Семиметровый памятный знак из красного гранита и бронзы. Операция Багратион. Его открыли 10 лет назад, к 70-летию освобождения Беларуси. Монумент установлен в 12 километрах от населенного пункта Паричи. Территория, на которой возвышается памятник, была освобождена еще в феврале 44-го. А ближайший населенный пункт, в нескольких километрах отсюда, уже в ходе операции Багратион. Эти места, командующие Первым Белорусским фронтом, генерал армии Рокоссовский, выбирает для нанесения одного из двух главных ударов стратегической наступательной операции по освобождению Беларуси Багратион. Танки, артиллерия, пехота неожиданно для вермахта ударила со стороны непроходимых болот. Это был южный фаз наступления, где непосредственно находился Рокоссовский. Второй удар был нанесен в районе Рогачева, где находился маршал Советского Союза Жуков. Операция Багратион самая масштабная за всю историю Второй мировой войны. План утверждался ставкой Верховного Главнокомандования. На совещании у Сталина Рокоссовский отстоял свою идею с двумя главными ударами. Такого не было за всю мировую историю военных кампаний. Разработка и подготовка операций заняла более полугода. Для противника создавалась иллюзия, что наступление планируется на юге и на севере. Туда шли составы с муляжами техники. Вместо главных ударов ночами перебрасывали силы нескольких армий. Для того, чтобы один боекомплект перебросить, например, на нашу территорию, нужно было более 13 тысяч вагонов. А это нужно было 400 тысяч тонн горючего, более 300 тысяч боеприпасов перебросить на нашу территорию. Возле командных пунктов были созданы тренировочные базы. На болотах забивали пятиметровые сваи, выстраивали гатти для перевода тяжелой техники. Разрешение было получено всего за несколько дней до начала операции. Перед нами болото Бритский мох. На нем была выстроена гать, и по ней прошла техника 65-й и 1-го Донского танкового корпуса. А сейчас это сельхозугодие, потому что в 1973 году здесь прошли милиаративные работы. И во время милиаративных работ был найден герой Советского Союза Сергей Леонидович Красноперов, который с 1944 года по 1973 год был в списках пропавших без вести. К 10 часам утра первого дня операции была освобождена первая деревня Петровичи. Она наряду с крупными городами нанесена на стрелы мемориала. Они символизируют два главных удара, которые замыкают кольцо вокруг Бобруйска. Тогда это была деревня Титовка. Туда армия просто в танки ворвались и перекрыли дорогу Бобруйск-Могилев, Бобруйск-Рогачев. Это такой транспортный узел, развязка для Бобруйска. И немцам, по сути дела, отступать уже было некуда. Вот крышка котла была захлопнута. Самые ожесточенные бои в районе деревень Сычково и Щатково. 50 тысяч немецких солдат и офицеров были уничтожены. Более 20 тысяч взяты в плен. Во время боевых действий, это уже вспоминают солдаты и офицеры Красной армии, что они наступали буквально по трупам своих же сослуживцев и не считались с потерями в принципе. То есть многие подчеркивают, что их атака была самоубийственной, когда они пытались прорваться вот через это кольцо советского окружения. Кургану деревни Сычково арена кровопролитных боев Бобруйской операции. Разгромлены основные силы 9-й армии вермахта, наиболее боеспособной части группы армий «Центр». Дорога на Минске-Барановичи открыта. Через несколько дней советские войска окружают 105-тысячную группировку противника уже возле Минска. 3 июля освобождают столицу. За 36 дней операции «Багратион» на территории Беларуси были освобождены тысячи населенных пунктов, в том числе крупные города, которые нацисты, как им казалось, превратили в неприступные крепости. Заключительным был Брест 28 июля, но «Багратион» не остановился. Советские войска пошли на запад освобождать Европу от нацизма. Согласно планам, операции «Багратион» должны были продвинуться на 200 километров, продвинулись на 500. Спасая Европу, сотни наших дедов и прадедов навсегда остались в той земле, народ которой сегодня страдает страшной формой амнезии. Сносит памятники и монументы советскому солдату. Солдату-освободителю, которому должны преклонять колени. О значимости операции «Багратион» в главном эфире Елена Бормотова, Сергей Матвейчук и Виталий Селявка.